Исследование осуществляется в затемненной комнате. Врач усаживается напротив больного, отодвигая свои колени вправо, а колени больного влево. Голову больного слегка поворачивает в сторону источника света. Линзу силов 13 оптера держит правой рукой на расстоянии 7-8 см от глаза при пенегулярном лучам, идущим от источника света. Лучи фокусируются линзой на том участке оболочек глаза, который подлежит осмотру. Благодаря контрасту между ярко освещенным небольшим участком и не освещенным соседними частями глаза, изменения легче улавливаются. Использование бинокулярной лупы или дополнительной линзы в 20 диоптрии позволяет рассмотреть более мелкие детали. При исследовании склеры обращают внимание на ее цвет, ход и кровенаполнение сосудов. При осмотре роговицы устанавливают ее размер, форму, прозрачность, сферичность, зеркальность. Сквозь роговицу отчетливо видна передняя камера глаза. Методом бокового освещения выявляют ее глубину, содержимое. При исследовании радужки отмечают ее цвет, рисунок, наличие или отсутствие пигментных включений, состояние пигментной бахромки, ширину и подвижность зрачка. Область зрачка при боковом освещении кажется черной. Очень важно определить форму, ширину и реакцию зрачков на свет.